Катарина Аристисабаль Эктор Аридонда Диего Кадута Мириан Делурдес, Альваро Родригес, Даниэль Ачоа, Стефания Борхи и другие Сценарий Хорг Иллер, Рафаэль Рохас, Клаудия Санге Оператор Рафаэль Пуэнтос, композитор Джимми Пулида Режиссер Луис Архуэлла Стол на троих Мои чувства к Андрею не приходят, я люблю ее, а она любит меня Я слышать этого не желаю Как ты можешь так говорить о женщине, обманувшей твоего брата? Обманувшей? Мама? Это Луис обманом ее завоевал, прибегнув ко лжи Или ты забыла о том письме и о том, как он приписал мне роман с Катей? Да, я помню, но ты благоразумнее его Поэтому прошу тебя отказаться от нее, пожалуйста, расстанься с ней Мама, но это зависит не от меня, а от реакции Луиса И какую же реакцию ты ждешь от своего брата? Ты как будто бы не знаешь его Луис решит, что это предательство и будет прав, не забывай До своего исчезновения он считался женихом Андрея Да, мама, но в чем наша вина? Мы же думали, что он погиб Если бы, сынок, ты сразу ко мне прислушался Я же тебя предупреждала, но нет Ты жил бы спокойно с Катей, а эта женщина встала между вами и разлучила вас Катя, открой, это я Андрея Катя, пожалуйста Открой мне дверь, я знаю, что ты дома Что случилось, сеньорит Андрея? Она не хочет открывать? Не хочет и не спрашивайте почему У меня нехорошее предчувствие Катя, открой Вы не видели, как она уходила? Она не уходила Катя, пожалуйста, открой, Катя Катя Принесите запасные ключи, мы должны открыть эту дверь и побыстрее Катя, пожалуйста, открой, Катя 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 Боже мой Катя, прошу тебя, скажи что-нибудь Рафа, вызовите скорую помощь Катя, пожалуйста, очнись Господи, как такое могло случиться Катя, прошу тебя, скажи, что ты в порядке Катя, очнись Пожалуйста, скажи хоть слово Как они могли так с тобой поступить? Не укладывается в голове Просто крысы Подожди, Луис, ты, должно быть Что ты им сделал, раз они тебе отплатили подобным образом? Айман, что я мог сделать? Только одно День и ночь думал о них День и ночь У меня была лишь одна мечта Вновь увидеть Андрею и сделать ей предложение Жениться, создать семью Вот чего мне хотелось Я же планировал послать Алихо в лучшую кулинарную школу мира Чтобы он стал известным шеф-поваром И вот как они за это отплатили Странно все это, Луис Ты всегда так тепло отзывался о брате Трудно поверить, что он так с тобой обошелся Но я собственными глазами видел этого Подлеца, Кайман Какой же я был наивный Полагаю, что он будет уважать мои отношения с Андреей Можно не сомневаться Он сразу же начал внушать ей мысль, что я умер Я уверен, что он стал распускать слухи о моей смерти Это он во всем виноват Луис Луис, это приехал мой сын Лучито Здравствуйте Лейтенант Алихандро, как дела? Хорошо, проходите Спасибо Это мой отец и моя мать Лейтенант Барреро Очень приятно, Ангел Барреро Пак Гуарин Лейтенант Что-то случилось? Не волнуйтесь, все в порядке Я пришла поговорить с вашим сыном Алихандро Вы не уделите мне немного времени? Конечно Пойдем, дорогая Проходите, в случае чего позови меня, сынок Не беспокойся, мама Проходите, сеньора Спасибо Лейтенант, что-то случилось? Если честно, да И много всего Поэтому я и решила лично все рассказать Вчера полиция Приехала в поместье семьи Гамарра И там ее ждал неприятный сюрприз Какой сюрприз? Судя по всему, дочь Гамарры вышла замуж Виолетта? Да, вы ее знаете? Не то чтобы близко, но, конечно Так вот Во время церемонии бракосочетания Началась перестрелка, в которой Погибли Хуста Гамарра И один из его подручных Как говорила моя благочестивая матушка Отчаиваться нельзя Успокойтесь Думаешь, это просто кайман? Ну, клянусь, я этого так не оставлю Алихо Алихо разрушил все мои мечты Все мои планы Всю мою жизнь Ты понимаешь это? Да ничего он не разрушил Ты молодой, башковитый У тебя вся жизнь впереди Ты еще покажешь себя Не отчаивайся Со мной покончен кайман Из меня словно душу вынули Ты же восемь месяцев провел под замком Переживешь и это Это не одно и то же Такого не пожелаешь никому Я знаю, что не одно и то же Это, конечно, слабое утешение Но посмотри на меня А я посмотрю на тебя Ты же видишь Какой я некрасивый Носатый У этой тачки днище привлекательнее, чем я Ты же совсем другое дело На тебя посмотришь и понимаешь Парень хоть куда? Ты на меня еще раз взгляни Я необразованный Деревенщина А ты умный мэн, посмотри Ты просто супермен У тебя тачка Она набита деньгами Ты же горы можешь свернуть А ведешь себя Прости, лучше, как мокрая курица Кто мне только что говорил Что твой брат Мозги Андрея тебе запудрил Выдумал про тебя всякие небылицы Разве это был не ты? Так ведь? А это значит, что девушка Она внушаемая, понимаешь? Как говорят у нас в поселке Нет несговорчивых женщин Есть мужчины Не способны уговорить Помни об этом И нечего киснуть Тебе надо сделать две вещи Во-первых Собраться с силами И начать действовать Доказать ей Какое у тебя щедрое сердце И как сильно ты ее любишь И во-вторых Проучить как следует своего брата Ты должен это сделать Спасибо, Кайман Твои слова навели меня На одну мысль Я должен заставить Эльхо заплатить За каждую секунду За каждую минуту моих страданий Я не успокоюсь, Кайман Пока Пока он не будет корчиться от боли Так же, как корчился я Стоит только подумать об этом И хочется его убить Да Взять и убить Взять и убить Да Спасибо, Кайман Спасибо Значит, Гамар убит А Виолетта исчезла Судя по всему, да Жители поселка напуганны И мало что рассказывают Почти не помогают следствию Это естественно Надо думать, они просто боятся Да Но я не только это хотела вам рассказать, Элехандо Не только это? Нет Полицейские обыскали все поместье Но даже следов вашего брата не нашли Ничего Да Лейтенант, простите Я был так занят Что не нашел времени позвонить и сообщить вам Что сообщить? Мой брат Луис нашелся Как? Слушай, Луис Ты меня неправильно понял Я совсем не то хотел сказать Ведь твой брат приезжал в поместье И дом Хуста Гамара Сказал ему, что ты мертв А как это связано с тем, что он сделал потом? Ну, если подумать, то, возможно Они поверили в твою гибель просто и все Нет, Кайман Нельзя считать человека мертвым, не увидев его тело Ведь можно было предположить, что я по-прежнему жив Вот я Если бы Алехо исчез, не успокоился Пока не нашел бы его Ты хочешь сказать, что твой брат плохо тебя искал? Вот именно Ему было невыгодно мое возвращение Это как? То есть почему? Разумеется, из-за Андрея В таком случае твой брат мог договориться с Гринго Ведь это же он нам сдал тебя Этот Гринго Я уже не знаю, что и думать Но вполне вероятно, что он решил разделаться со мной, чтобы ему досталось Андрея Получается, твой брат уже давно подбивал к линии, к синьорите Андрея Так? С первого дня знакомства А если хорошо подумать, то все началось задолго до этого Сразу же после нашего рождения В каком смысле? Понимаешь, я всегда был лучше его Да, да, извини Лучше, чем он учился Честно, да Всегда я во всем был первым Я был счастливчиком В том числе и с женщинами Это тоже правда? Ой, кто бы сомневался Да, Кайман А он был закомплексованным Всегда цеплялся за мамину юбку Забитый, нелюдимый Что еще можно ждать от такого человека? От такого человека можно ждать большую обиду И зависть к тебе? Да, скорее всего Посмотри, как он мне за все это отомстил И ударил по самому больному месту Просто в самое сердце И что ты будешь делать? Не знаю Все нужно спокойно обдумать Но прежде я хочу увидеться Самым дорогим для меня человеком Со своей мамой? Да, с моей мамочкой С твоей святой мамой А где она? Катя сказала, что она сейчас живет Снова у Дона Пака А он кто такой? Ну я же тебе рассказывал, ты забыл? Ах, тот сеньор, который помог Когда вы перебивались С хлеба на воду и только приехали в город Да, он самый Какая замечательная новость И где же он сейчас? Должно быть где-то здесь Но у нас вчера произошла Небольшая размолвка И он уехал Из-за чего? Это довольно длинная история И в данный момент не думаю, что уместно ее излагать Извините за лишнее любопытство Довольно трудно расстаться с привычкой все подряд выяснять Понимаю А он успел рассказать о том, кто его удерживал? Нет Он только имя одного Гамара назвал Не вдаваясь в подробности Гамара мертв Но он не мог удерживать его один Но я рада Рада и за вас, и за ваших родных Что ваш брат нашелся Нам нужно будет, чтобы он рассказал Обо всех обстоятельствах своего похищения И где его держали Мне понадобится ваша помощь Конечно, я всегда готов, лейтенант Когда увидите своего брата Скажите ему, что я жду его в своем кабинете Чтобы допросить Я уверена, показания вашего брата Не позволят Брауну выйти из тюрьмы То есть как? Разве существует вероятность того, что его отпустят? Да Если никто не даст показаний против него, он будет выпущен под залог? Нет, это будет большим опущением К счастью, у него сейчас нет необходимых средств Поэтому он остается в тюрьме Но появление вашего брата сможет направить следствие в нужное русло Поэтому очень важно, чтобы он приехал ко мне Не беспокойтесь, лейтенант Я ему передам Хорошо бы прямо сегодня, когда ко мне должна прийти сеньорита Сусанна Муруланда Разумеется Все они должны ответить за то, как обошлись с моим братом Поверьте, мы заставим их за это ответить Мы уже вышли на след Кармелоса Пульведой и сеньора Браун Как хорошо, что у вас для меня такие хорошие новости Хотя бы у вас Это самое малое, что я могу для вас сделать Спасибо за кофе и всего вам доброго Спасибо вам, лейтенант И вам Ну что застыл, как статуя? Садись Дело... Дело в том, что... Ну что, в чем дело? Лучито, мне... Мне кажется, что пришло время нам распрощаться Подожди, ты о чем? Что значит распрощаться? Да, Луис, мы объединили наши силы, чтобы ты и я смогли вырваться на волю Теперь ты свободен, я тоже Мне осталось только поблагодарить тебя Ты спас мне жизнь И пришло время попрощаться, Луисито Мне, конечно, обидно, но мне кажется, что время пришло Подожди, подожди, Кайман Тебе не за что меня благодарить И куда ты пойдешь? Куда глаза глядят? Главное, что я вырвался от Дона Хуста Гамара и Херарда Которые постоянно избивали меня Подожди, подожди, постой И чем ты займешься? Не знаю, начну новую жизнь Возможно, найду какую-нибудь хорошую работу Ну, конечно, Кайман Найти хорошую работу так же легко, как постучаться в первую попавшуюся дверь Подумай об этом Да я знаю И тебе то же самое говорю Жизнь сложная штука Но ничего, что-нибудь найду Было очень приятно с тобой познакомиться Большое спасибо за все И счастливо оставаться Кайман, Кайман, подожди Подожди Нет, нет, Луис, не надо плакать Я и так уже расчувствовался до соплей Возьми вот это Будет на что начать новую жизнь Посмотри сюда, держи Это твоя доля Бери Не извини, Луис, но Я знаю, откуда у Дона Хуста эти деньги Я-то это отлично знаю Так что спасибо, мне эти деньги не нужны Я честно смогу на хлеб заработать В таком случае я тебе дам работу, хочешь? Да И какую же? Какую ты мне можешь дать работу? Ты будешь работать со мной Мне нужен человек, который будет обеспечивать мою безопасность Если не возражаешь, платить буду этими деньгами Что скажешь? То есть стать шефом твоей безопасности? Телохранителем и так далее? Ну так что? Ты согласен? Какой шикарный жест, Лучо Осторожно, рука А что касается лекарств и проживания Это мы оговорим потом Ведь Дон Хуста мне предоставлял жилье Я тебе предложу такую зарплату Что ты ни в чем себе не будешь отказывать И твое первое задание Охранять все вот это Потому что сейчас я пойду к своей матери Будет сделано, хозяин Марта, какой сюрприз Проходи Я что, тебе деньги должна? В чем дело? Решила тебя навестить Хотя не следовало этого делать После того, как ты поступила со мной А ведь мы были подругами Ты права, прости Садись Что будешь пить? Газировку, кофе? Кофе, спасибо А чем ты занималась все это время? Ничем, работу искала И нашла? Нет, куда там Беру только в помощницы к шеф-повару А я этот этап давно прошла У нас тоже все очень непросто Благодаря твоему ненаглядному Джорджу Брауну Ресторан разорен Банк выставил его на торги То есть Джорджи Это остался ни с чем И мы заодно с ним, Бланкита Но благодаря синерите Андрею У нас есть возможность сложиться И выкупить ресторан Мартика, если ты пришла взять деньги взаймы То обратилась не по адресу У меня у самой денег только на кофе и хватило Нет, Бланкита, я не за этим пришла Мне хотелось узнать, как ты живешь Какие у тебя новости Еще не рассталась со своим гринго? Что значит еще? Дурочка, не прикидывайся У нас в ресторане все знают, что у тебя роман с Джорджем Я не желаю знать этого кретина А что случилось? Надеюсь, звонишь, чтобы предложить работу Алло? Алло? Бланка, послушай, я звоню тебе из тюрьмы Что? Что слышишь? Я в мерзкой тюрьме среди Озверевших надзирателей Для таких, как ты, самое подходящее место Бланка, я звоню не для того, чтобы выслушивать упреки Мне нужна твоя помощь Ты единственная, на кого я могу рассчитывать Плиз А как же Суси, твоя возлюбленная Суси Ты же бросил меня из-за нее Вот пусть она тебе и помогает Не будем говорить о Суси Она мечтает, чтобы я сгнил в этой дыре Бланка, прошу тебя Мне очень нужна твоя помощь Окей? И чем же я могу помочь, Джордж? Чтобы выбраться из этого ада, я должен внести залог Пять миллионов Я же знаю, у тебя есть сбережения Пожалуйста, выручи меня, иначе я... Я погибну здесь Прошу тебя Бланка, плиз Ты спятил Бланка, я перед тобой стою на коленях Как только я выйду отсюда, я сразу же верну тебе эти деньги Мне очень жаль, но ничем не могу тебе помочь Если память мне не изменяет, во время наших последних встреч я сказала, что не хочу тебя больше знать И я держу свое слово Так что желаю удачи в новой жизни Бланка, не вешай трубку, Бланка Шит Грязная дешевая повариха Так ты мне за все платишь Больше никаких звонков, все, в камеру Знаешь, зачем мне звонил этот тип? Чтобы я внесла за него залог За решеткой ему и есть самое место Как же все бывает в жизни Бланкита? Друзья познаются в беде, но не думаю, что у этого сеньора они найдутся Не знаю, зачем он мне позвонил У меня нет таких денег Но даже если бы и были, неужели ты думаешь, что я бы ему их отдала? А может он решил, что ты безотказная? Безотказная с мужчиной, который предал меня Он, наверное, считает, что ты думаешь о нем А кто подумает обо мне, Марта? Моя жизнь обернулась катастрофой Мужчины лишь использовали меня Как будто я бездушный предмет Тряпка Попользовался и выбросил Так все и выкидывают Бланкита Не плачь, это не стоит слез Как же мне не плакать, Марта? Если все мои романы заканчиваются одинаково Мужчины появляются, наслаждаются, а потом исчезают А я остаюсь опустошенной И чем заполнить эту пустоту, я не знаю Что мне делать, Марта? Что мне делать дальше? Бланкита А может проблема не в том, как складывается твоя жизнь А в том, что ты обвиняешь в этом окружающих? Ну, возьмем, к примеру, Рамона Я же тебе говорила, предупреждала подруга Но ты не захотела прислушаться ко мне Несмотря ни на что, боролась за него И чего ты добилась? Ты осталась одна подружка А Рамон потерял свою жену Вот цена твоей прихоти За все в этой жизни приходится платить Посмотри, где оказался Джордж А ты знаешь, как живет сейчас Табернерро? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наконец-то! Да я всю ночь вас прождала Да, а я всю ночь искал ключи от аппарата хромового Арбилайеса Так что не надо на меня кричать Я в плохом настроении О, я извиняюсь А что, Галадранка, вам удалось соблазнить ее своим мутацией? Представьте себе, что нет Она ничего не нашла в этом сексуального Так что ваш план не сработал Боже мой, значит Не миновать нам этой грязной тюрьмы Где нет ни капли бренди Нас будут держать на послаченной воде С черствовым хлебом Ой, мой гад Это не может происходить со мной Меня окружают одни недоумки Такие же недоумки, как ваш сын Джордж Он соблазнил сеньориту Сусанну А та, оскорбленная в своих лучших чувствах Готова выложить всю правду прокурору А у нас нет ни единого песа Чтобы вырваться из этого клоповника О, мой гад У меня сейчас случится нервный срыв Мне нужно бренди А мне нужно поесть Я сказала, что мне нужно бренди А на что мы купим бренди, если у нас не гроша за душой? Не знаю А грабьте банк А грабьте первого встречного Мне немедленно нужно бренди Иначе случится нервный срыв немедленно Он уже начинается Заткнись, истеричка Старая истеричка, замолчи Успокойтесь Успокойтесь Я могу, конечно, попробовать Стащить бутылку бренди из своего дома Если он еще не окружен полицией Я сделаю это для вас Я убью вас Я вас убью, если вы не принесете мне бренди своими руками Убью Пустите Вы задушите меня Не вздумайте выходить на улицу без одежды, кретин Не попадайтесь в полицию Нет, нет, снова переодеваться в старуху? Ни за что Боже мой, столько времени прошло Твой брат не вернулся, не объявился, не звонил, ничего Пако, я в отчаянии Вот уже восемь месяцев, я жду своего сына, ожидание меня убьет Нам не стоит отчаиваться, паниковать, это ничего не даст Сядь, дорогая Я не могу сидеть, Пако, а вдруг с ним что-нибудь случилось Мама, я не думаю, скорее всего он заночевал в пансионе и скоро приедет Ты думаешь? Но зачем ему ночевать в пансионе, почему он не приехал сюда? Мама, тебе вредно волноваться, успокойся Не забывай, когда Луис исчез, мы жили в доме у Кати Откуда ему знать, что теперь ты живешь здесь? Успокойся, Рита Даже не представляешь, чего мне стоит держать себя в руках Проблема не в том, что Луис до сих пор не приехал, а в том, что произойдет, когда он явится сюда Он же еще не знает, что я его отец Не продолжай, Пако, не надо, я из-за этого тоже всю ночь не спала Я для него умер, я не существую У меня нервы на пределе, я уже начал грызть ногти на ногах А как он отреагирует, узнав, что мы одна семья? Я надеюсь, что Луис достаточно зрело подойдет не только к вашим отношениям, но и к моим с Андреей Боже мой, я же за тебя говорила Успокойся, я принесу водички Дорогая, ну не расстраивайся так Он дышит Это хорошо, если он протянет ноги, хозяин нам задаст С чего это? С того, что он ничего не сказал Если этот тип ничего не знает, может, стоит его замочить? От него все равно никакого толка Нет, нет, подожди, если он ничего не скажет, отвезем его хозяину Пусть решает сам, что с ним делать Кайман, в чем дело? Увидел призрака? Да, что-то в этом роде, сеньор Я знаком с твоим приятелем Как знаком? У тебя его знаком? Сейчас объясню, дело в том, что когда Дон Хусте Камара приказал нам выследить тебя Мы приехали сюда, в столицу Стали копать, копали, копали И докопались до Дона Пака А так как он нам ничего не сказал Этот Громила Марио немного перестарался, допрашивая его, понимаешь? Да, я понимаю, что Дона Пака зверски избили И он попал в больницу Тогда я и узнал, что вы меня разыскиваете Вот-вот, знаешь, хозяин Иди поговори с матерью, а я подожду тебя тогда здесь, ладно? Я с ней поговорю, только перестань меня на каждом шагу называть хозяина Но я привык называть вещи своими именами, хозяин Ладно, Кайман, как хочешь Главное, глаз не своди с матраса Спокойно, хозяин, с места не двинься Иди, я ненадолго Да, хозяин, вот такие дела Сынок Мальчик мой Спасибо тебе, Господи, за это чудо Спасибо, Господи Как же мне тебя не хватало Ты не знаешь Я каждый день Молилась за тебя Ставила свечи при святой деве В глубине сердца я знала, что ты не умер Я знала Вот он, я живой, мамочка Живой и здоровый Я вернулся Вернулся, чтобы остаться Я отсюда больше никогда не уйду Да, мой родной, хочешь что-нибудь выпить? Нет А что этот негодяй здесь делает? Пациентке 24 года Нашли бессознание Давление 75 на 32 и продолжает падать Дыхание затруднено Везем в реанимацию Синьорита, извините, но вам туда нельзя Прошу вас, она моя подруга Позвольте быть с ней рядом Вам туда нельзя Вы были с ней? Нет И что тогда? Когда я нашла ее в таком состоянии, то этот пузырек лежал рядом Это нам должно помочь Только извините, я вас все равно не пропущу Подождите в приемной Пожалуйста, скажите, что с ней все будет хорошо С ней все будет хорошо Подождите в приемной Вам нужно поговорить Нет, мама Мне совершенно не о чем разговаривать с этим типом Не говори так, Лучито Алихито, твой брат До вчерашнего дня Пока я не увидел, как Как он со мной поступил на самом деле Этот подонок поступил так, как с братьями не поступают Луис Луис Пожалуйста, не нужно так говорить Я просто уверен, что ты об этом потом пожелаешь Извините, дон Пако Вы, конечно, друг нашей семьи Приютили у себя, мою мать и этого подонка Но вам лучше не вмешиваться в наши дела Луис А ты закрой рот Я не желаю тебя видеть И вообще, знай я, что ты здесь ни за что бы сюда не пришел Сынок, пожалуйста, не надо Ты не можешь со мной так поступить Я так долго тебя ждала Не делай этого, сынок Не нужно Мамочка, не проси меня об этом Я буду видеться с тобой Когда захочешь, но Чтобы рядом не было этого типа Я знаю, что все дело в этой девушке, Вандре Ты знаешь? Откуда? Да, но... Дорогой мой, все можно уладить Пожалуйста, выслушай брата Луис Я прошу тебя, выслушай меня А потом будешь делать выводы С чего ты взял? Что, услышав твое уранье, я изменю свое мнение Ты меня держишь за дурака? Мне отлично известно Как только мы познакомились с Андреей Ты не мог дождаться момента, чтобы отбить ее Луис Ты же меня знаешь, я не такой Думал, что знаю, но теперь понял, что даже Даже не догадывался, какой ты на самом деле Я ничего о тебе не знаю Кроме одного Ты мне не брат Ты мой враг Подонок, ждавший удобного момента, чтобы нанести мне удар в спину Сынок Отойди Отойди Ты в порядке, мама? Прошу вас, не ссорьтесь Фернандо Андрея, что случилось с Катей? Катей в реанимации Ей занимаются врачи Нам нужно подождать Как она? Ты ее видела? Что ты можешь сказать? Я застала ее в бессознательном состоянии Она лежала на полу Рядом пустой пузырек от успокоительного О, Господи Успокойся, Фернандо Хочешь, я тебе кофе или что-нибудь еще принесу? Не надо, не надо, нет Я хочу увидеть ее Если с моей малышкой что-нибудь случится, я этого не переживу Не отчаивайся, Фернандо Все будет хорошо, точно Так не разговаривают, вы ругаетесь А ты всегда защищаешь его Я ни одного из вас не защищаю, родной мой Единственное, чего я добиваюсь Чтобы вы, как и раньше, почувствовали себя братьями Прости, мама, это невозможно Не хочу, чтобы меня предали во второй раз Никогда больше не смогу доверять этому лицемеру Он делал вид, что рада нас с Андреей А сам ожидал удобный момент, чтобы увезти ее Но второго раза не будет Сынок Ладно, Луис Хочешь, чтобы прозвучала горькая правда? Тогда согласись, что первым меня предал ты Алехандро, что ты такое говоришь? Ничего Что он может сказать? Последние судороги утопающего И чем же ты хочешь оправдать свою подлость? Я оправдываться не собираюсь Но раз ты стену и рта клямишь меня Как предателя, хотя это не так То вспомни о своей собственной нечистоплотности Не припоминаешь? Забыл, как морочил голову мне и Андрея Убеждал ее, что у меня роман с Катей Что я без ума от нее Что она влюблена в меня Ты забыл? Если забыл, у меня есть пример получше Вспомни письмо, то самое письмо, которое ты у меня выкрал Я написал письмо Андрея Ты выкрал его, переписал и выдал за свое Ты об этом забыл, не помнишь? Какая у тебя амнезия интересная? Я не говорю, что не помню Но это было очень давно И потом я на это пошел, потому что был влюблен в Андрею А она отвечала мне взаимностью Как бы не так, Урис? Согласись, ты первый стал играть не по правилам Ну и что? А что ты пытаешься доказать? Что имел право отомстить мне в мое отсутствие? Какая честная победа Только рано радуешься У меня для тебя новость Я вернулся, и все обстоит совершенно иначе И ты увидишь мой настоящий характер Ты узнаешь, как я умею мстить Ты так ничего и не понял Я заговорял об этом не потому, что считаю себя лучше Мне надо только одно, чтобы ты все понял Мне не нужно ничего доказывать, Луис, ты был мертв А мы с Андреей были вправе жить Подонок! Луис, ради бога! Продолжаешь его защищать? Нет, только не надо Давай, давай, это же Алекандра, а Луиса... Пусть плюют, пусть сыплются удары судьбы Пожалуйста, не говори так Ты несправедлив, Луисита, ты же знаешь, что это не так Ты прекрасно знала о моих отношениях с Андреей Как ты могла мама встать на его сторону? Как ты могла этому позволить? Нет, клянусь, я никогда этого не одобряла Не поддерживала его никогда Нет, вы все предали меня Вы даже не искали меня Мы, мы искали тебя Мама никогда не теряла надежды Есть очевидные вещи, Луис Оставь эти глупости Плевать я хотел на твои, как ты их называешь Очевидные вещи, все усилия Ты всегда был трусом, ничтожеством Что лишний раз и доказал Тебе было выгодно мое исчезновение Вот и все Все очень просто Нет, это не так, Луисит Сынок, откуда в тебе столько злобы? Откуда? И ты еще спрашиваешь, откуда? Да я восемь месяцев умирал в этой проклятой клетке Меня кормили, как животное Я спал на полу Терпел побои и унижения И жил одной лишь мечтой, как дурак Мечтал вырваться оттуда, вернуться к вам Увидеть тебя, увидеть Андрею Это жалкое ничтожество, и что же? Я возвращаюсь и нахожу его в постели С моей невестой Он величайший предатель Да к тому же совершенно не чувствующий себя виноватым Лицемер Предатель Как ты мог так поступить? А почему я должен чувствовать себя виноватым Если люблю Андрею Скотина, мерзавец Я прошу тебя, Луис Пустите Да как ты смеешь, как ты смеешь Не удерживай его, отец Почему Алекандр назвал отцом этого сеньора? Почему он назвал его отцом? Это Как понимать? Почему нам никто не выйдет и не скажет Что с ней, Господи? Не будем отчаиваться, Фернандо Доверимся Богу Все будет хорошо Катя сильная женщина И как я не догадался, что она снова принимает успокоительное Я приходил ее навестить, и мне показалось, что ей гораздо лучше А оказалось, все наоборот Но ты же не мог предвидеть, что она на это пойдет Конечно мог Думал, что лишив ее лекарства, держу ситуацию под контролем Да что я за отец Надо было не отходить от нее Но из-за этой проклятой работы я все пустил на самотек Не нужно так говорить, Фернандо Ты очень хороший, самоотверженный Все понимающий отец Если кто в этом и виноват, то только я Только я Ну, так что? И почему вы молчите? С какой стати Александр называет отцом этого сеньора? Нет, сынок Предоставь это мне Сынок Ты должен знать Мы собирались рассказать тебе правду в день твоего похищения Но не успели Какую правду? О том, что Паку твой отец Нет Нет, нет, нет Это невозможно Ты же сама говорила, мама Да, сынок, все правильно Я знаю, что называла вашего отца мерзавцем Который бросил нас, а потом умер Но говорила так, потому что была Совсем юной и одинокой Я знаю, что это была чудовищная ложь Прости меня, сынок Луис Луис, сын Не надо меня так называть Вы для меня чужой Если этот негодяй называет вас отцом, это его проблема Но для меня вы полное ничтожество Еще хуже Вы просто чужой человек Вы никогда не будете моим отцом И как вы посмели спустя столько лет объявиться и надеяться, что мы вас простим Нет, конечно, но... Сынок Мы расстались с Пакой очень давно И примирение не было простым ни для кого Но Алихита смог все понять и принять его Как всегда, да? Святой Алекандро, он все понимает и все принимает Святой Алекандро, он благородный А Луис негодяй Вы, наверное, расстроились, когда я вернулся Луис Этого никто не говорил Да, если бы и говорили, мне все равно И если быть благородным означает прощать оскорбления Подставлять другую щеку, бездействовать, как это ничтожество То я не хочу походить на него Это не мой путь После того, как Пак у нас оставил, много воды утекло Но он своими поступками доказал, что искренне раскаялся А ты ему поверила? Если так подумать, то вы представляете чудесную картину Идеальная семейка Троица предателей Думай, что говоришь Меня можешь обзывать, как хочешь Но, мать, обижать не смей Не волнуйся, я уже отсюда ухожу Вы больше мне не семья Извините Луис, это сынок, Луис, это ради бога, сынок, я тебя умоляю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова